Здравствуйте, спасибо за то, что вы меня пригласили участвовать в этом митинге. Я тут, наверное, единственный человек левого взглядов и член левой политической оппозиционной организации. Но я считаю, что сейчас такое время, когда на самом деле диалог между разными политическими силами, которые являются оппозиционными по отношению к режиму, становится просто залогом будущего, становится фундаментом. Я сразу обращусь к резолюции митинга, которую мне прислали как проект, и пойду по пунктам резолюции. Мне кажется, это самые фундаментальные и самые существенные тезисы, которые сегодня могут быть только обсуждены в политическом пространстве. Мы требуем разработать и предоставить обществу четкий план по борьбе с эпидемией, говорить правду о сложившейся ситуации. Абсолютно точно. Я уверен и я просто знаю, что власть скрывает от нас реальную картину. Я сам переболел коронавирусом, переболел в очень тяжелой форме. Могу сказать, что в больницах, где я находился, во-первых, мне не так-то просто было попасть в эти больницы, потому что тесты, как говорили врачи, работают 50 на 50. Но в этих больницах я встретил очень много тех, кого мы называем гастарбайтеров. Первый человек, которого я встретил, допустим, в самой, ну скажем так, не очень, не самый плохой московской 83-й больнице, которая как раз в день, когда меня в нее перевели, была перестроена под коронавирусное отделение. Это был таджик без российского паспорта, без УМС. И который просто пришел делать КТ и двусторонняя пневмония, его отвезла скорая мгновенно. Я знаю, что в среде нелегальных мигрантов, в среде трудовых мигрантов, может и легальных, но мне непонятно, какой у них легальный статус, когда у них ни у кого нету медицинской страховки, ни у кого нету, по большому счету, договора на работу. Только в одной Москве, по разным оценкам, используется около полумиллиона, до полутора, а то и двух миллионов этих рабов, людей, лишенных абсолютных прав. Когда мы с вами сидели в самоизоляции по квартирам, то эти люди строили Собянину хорды, по-прежнему работали, говорят, что строительство было приостановлено только несколько дней назад. Да и то не по причине того, что нам рассказывают о том, что происходит в среде этих людей. которые обеспечивают жизнь и благосостояние москвичей, например, а потому что там реальная эпидемия. Я просто знаю, что эта информация скрывается. Реальная эпидемия идет по Северному Кавказу, не только в Осетии, но в Ингушетии, где умер муфти Ингушетии, по Дагестану, где даже статистика не ведется. Наверное, только авторитарный режим в Чечне единственная, и может это единственная ситуация, когда мы можем безоговорочно сказать, что меры предпринятые помогли жесткостью, сумел, как говорится, каким-то образом подстраховать это. Но Чеченская республика, несмотря на, безусловно, частую критику ее руководства, выделяется все-таки из всех кавказских регионов достаточно высокой инфраструктурой, в том числе и медицинской инфраструктурой. Что касается страны, то я прекрасно знаю, вот я недавно был в Пеннинской области, еще до эпидемии, видел разоренные, закрытые больницы, населенные пункты, в которых в советское время жило по 12-15 тысяч человек, допустим, крупнейшее старобряческое село Паим, одно из крупнейших в Поволжье, одно из старейших сел, центров старобрячества. Была огромная больница, построенная еще, по-моему, князьями Шереметьевыми, поддерживающаяся, в которой было рентген-отделение, отделение акушерско-гинекологическое. Теперь это только один корпус, в котором ютятся врачи. Все разрушено. Ближайшая скорая помощь в 40 километрах, ближайший роддом в 70 километрах. Как в этой ситуации они способны остановить эпидемию? Не способны. Поэтому они лгут, они лгут стране, чтобы скрыть свои преступные действия о том, что в стране уничтожена инфраструктура, которая способна была бы бороться с этой эпидемией. Поэтому второй пункт резолюции. Мы требуем обеспечить медицинские учреждения во всех регионах, всем необходимым для спасения жизни больных, для защиты работников больниц. Медицинские учреждения, дорогие друзья, есть только по крупным городам. Да и то не во всех районах этих крупных городов. В Москве мне довелось полежать в двух больницах. Сначала меня отвезли в бюджетную больницу, 79-ю, скорая. А потом меня перевели уже в хорошую больницу, друзья. Там врачи мои знакомые. В 79-й больнице великолепные врачи, потрясающий персонал. От няечки до там врача, который занимался. Но обстановка, обстановка просто военного барака. Когда ночью поднимают больных с температурой, с катетерами выгоняют в коридор под предлогом дезинфекции больничной палаты. Больные должны полтора часа в коридоре сидеть. Поэтому, да, мы требуем обеспечить. Прежде всего, мы требуем прекратить продолжающиеся реформы здравоохранения. Напомню, что еще в январе Сергей Семенович Собянин, вальяжно выступая перед Мосгордумой, рассказывал о том, что в Москве слишком много больниц и слишком много роддомов. Что для того, чтобы врачи получали не 140, а 170 тысяч, ну, некоторые получают, да, об этом сегодня говорилось, главные врачи. Надо сократить еще больниц. Не построить, а сократить. И показуха, которую сейчас нам предъявляют, когда у них объявился конкурс на строительство того, что реально врачи-пульмонологи называют инфекционными бараками. Что возникает вопрос. Вместо того, чтобы помочь реально больницам, эти огромные деньги, которые тратятся сейчас на то, что строит Министерство обороны там и так далее, помочь квалифицированным врачам, они создают для отчета перед Путиным, для обналичивания денег, для оформления бюджетов под себя. Вот эти вот барачного инфекционные бараки, которые не, на самом деле, абсолютно не нужны медицине. И необходимость которых, после того, как эпидемия пройдет, она пропадет. Я заканчиваю уже сейчас. Я понимаю, что есть регламент. Еще одно, но я хочу пройти по резолюции. Мы требуем предоставить достаточную финансовую поддержку всем гражданам. Беусловно, это единая позиция всех оппозиционных сил. И левых, и демократических сил, либеральных. Беусловно, надо раздать те деньги, которые эта олигархическая система накопила, непонятно для чего, раздать людям в тяжелую минуту. А иначе зачем нам надо это государство? Зачем нам необходимо вообще это все? Но до тех пор, пока Центробанк будет управляться, как недавно в этом сказал Сергей Глазин в своем докладе, международными валютными спекулянтами, я считаю, что это просто вряд ли возможно. Мы требуем уважать права человека, не оправдывать их грубое нарушение борьбы с эпидемией. Они это делают только за тем, чтобы скрыть свою неспособность держать эту эпидемию. Я думаю, что цифры, которые сегодня даже Путин, выступая, путался. Он сказал, у нас тенденция к улучшению, хотя именно в сегодняшний день наибольшая цифра заболевших. Но как они фиксируют этих заболевших? По тестам? Так у меня шесть тестов было отрицательно. Я знаю, вокруг несколько тяжело больных людей, некоторые были при смерти. У всех отрицательные тесты. Поэтому как идет статистика? Понятно, статистика идет так, чтобы начальник не потерял свое место. Очень важный пункт. Об этом говорил Дима Гудков. Мы требуем спасти от эпидемии тех, кто сидит в тюрьмах и тех, кто их охраняет. Буквально незадолго до начала эпидемии, до того, как я заболел, как депутат Владимирского ЗАГС Собрания, знаете, я там руковожу фракцией КПРФ, я был в одной из тюрьм Владимирской области. Могу сказать, что ничто в этой тюрьме не говорит мне о том, что там не может быть эпидемия коронавируса. Что она закрыта от эпидемии коронавируса. Поэтому, безусловно, статья 228, наркоторговля, хранение наркотиков, есть еще ряд статей. Безусловно, если возможно, людей надо перевести совершенно в другой режим содержания. И мы вообще не знаем, что там происходит. Заключенным, например, на время эпидемии запретили встречи, запретили передачи. А им не обеспечили онлайн-общение. Они тогда должны иметь по интернету общение с родственниками. То святое право заключенного, на которое он как бы имеет абсолютное право согласно Конституции, согласно всем законам. Мы требуем провести проверки и привлечь к ответственности всех тех, за кого страна оказалась не готова к эпидемии. Но это все правительство Медведева. Я считаю, это разработчики программы 2020, включая руководство Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова и столь любимые многими оппозиционерами в Москве и ее заместителями. Это Владимир Мау, безусловно, Иран Хиггст, которые были авторами реформы здравоохранения. Вот вся эта группировка, которая паразитирует на нашей стране при Медведеве, при Путине, при Медведеве, при Путине, теперь готовится паразитировать, очевидно, в виде крупных интеллектуалов при следующем, там, кому-нибудь, при Шойгу, там, или при еще кому-нибудь, она, безусловно, должна быть привлечена к ответственности за реформу здравоохранения, за пенсионную реформу и за все абсолютно социальные, колониальные, оккупационные реформы, которые они тут нам применялись. Последний пункт, мы требуем отказаться от планов по изменению Конституции России. Это единственный пункт, дорогие друзья, который я не могу поддержать, потому что я эту Конституцию не признаю. Ельцинская расстрельная Конституция для меня не является Конституцией. Поэтому я не хочу ее менять ни в хорошую, ни в лучшую сторону. Я считаю, что мы, свободные граждане, должны просто написать новую Конституцию, которая, на самом деле, была бы Конституцией граждан. Потому что Конституция, назовите мне хоть один пример, когда Ельцинская Конституция не нарушалась, точнее так, соблюдалась. Я был членом двух советов при президенте, в том числе по правам человека, общественной палаты. Ни одна апелляция на моей памяти к соблюдению Конституции, а их были сотни, не была принята властью во внимание. Поэтому это не Конституция, а это просто бумажка, которая формально обеспечивает пребывание у власти тех или иных людей. А Конституция – это то, что мы с вами еще создадим, то, что будет защищать наши права. Поэтому последний пункт, я считаю, должен быть следующий. Мы требуем референдума по обсуждению и принятию подлинной Конституции Российской Федерации. Спасибо большое.